Приветствую всех любителей Sid Mears Civilization 6. Вы слышите Лёшу Халецкого и вчера вышел свежий патч на нашу любимую игру. Разбирать новый патчик 6-й Циви для меня стало своего рода извращенным удовольствием. Очень редко, когда разработчики настолько странно относятся к игрокам. Свежий патч не стал исключением. Firaxis продолжает делать вид, что игроков не существует и они правят баги и исправляют интерфейс для каких-то инопланетян, видимо. Потому что самые важные проблемы игры до сих пор не изменены. Я вообще уже стал просто проверять, хороший патч или нет, тем, что захожу в строительство и пытаюсь найти очередь строительства. И вы знаете, в этом патче её снова нету. Самая важная функция, которую игроки просят уже полгода, систематически, прям такое ощущение, что принципиально не добавляется в игру. Моды очередь строительства добавляют, и я не могу сказать, что это какие-то проблемы с программированием. Мне просто кажется, что Firaxis как бы нам говорит, ребята, идите в жопу, нам плевать на ваши просьбы. У нас есть план, и мы его придерживаемся. Хотя я не понимаю, какой может быть у них такой план на патче, что не добавляет функциональность в игру. Тем не менее, внезапно в игре стало правильно показываться, что завершилось строительство прошлым ходом. Как вы помните, раньше нам показывалось, что позапрошлое строительство чем завершилось. Теперь действительно написано то, что мы построили реально последним. Я восхищен мастерством программистов Firaxis, как они это смогли воплотить. Но явно в этот момент они устали, и обозначить, куда бегал наш караван, уже были не в состоянии. Так что, когда ваш караван заканчивает движение, вы опять не знаете, куда он у вас направлялся. Опять надо придумывать какой-то новый торговый путь. Собственно, как и опять заново сортировать, куда торговый путь отправить. Потому что, когда вы их выбираете, вы не можете сделать сортировку по золоту, по производству, по яблокам. Это же совершенно не очевидная функция. Кому она может понадобиться? Никому, конечно. Как и демография. Её опять после патча не появилось. Лазайте по всемирному рейдингу, вот тут высматривайте очки. А демография это только для извращенцев, любящих всякие моды себе ставить. Для удобства. Настоящие хардкорные игроки продолжают кушать кактус. Но если вы хотите обвинить Фераксис в том, что они ничего не делают, нет, смотрите. В дереве технологий и в цивиках теперь появились звездочки. Вау. И наконец-то вы понимаете, что эти технологии не только открывают какие-то чудеса, строения и районы, но и добавляют функциональности вашему государству. Я уже много раз об этом говорил, но я думаю, что многие из вас не в курсе, что ученичество добавляет плюс одно производство к руднику. Гильдии, одна из самых важных цивиков для развития, вру, извините, феодализм, добавляет плюс одну к пище за каждую прилегающую ферму. То есть, когда вы фермы строите треугольником, они начинают плюс одну еду давать, но только после открытия феодализма. Это все было не очевидно, но теперь, благодаря звездочкам в технологическом и социальном дереве, мы все это стали видеть. Тем не менее, и тут есть ложка дегтя. Вот смотрите, бержевотноводство. А, нет, бержевотноводство. Гончарное дело позволяет собирать урожай пшеницы и риса. Ну вот что это за перевод? На самом деле, естественно, вы и пшеницу, и рис могли обрабатывать и до открытия гончарного дела. Гончарное дело просто позволяет на пшенице и рисе построить ферму. Ну, клетку-то обрабатывать вы могли, то бишь считайте собирать урожай. Вот зачем этот перевод? Кроме того, меня вводит ступор вот в каменной кладке позволяет добывать камень. Это очень странно, потому что камень на самом деле можно добывать в горном деле, а не в каменной кладке. Каменная кладка как раз ускоряется тем, что вы построите каменоломную на камне. Так что тут проблемы еще и с переводом появились. Очередные, как будто их было мало. Тем не менее, все-таки на мое такое критическое начало этого обзора патч вносит много интересных изменений. Особенно важно, что две новые нации появились. Правда, только бесплатно они у вас появятся, если вы купили делюкс-версию. Всем остальным их придется купить. Так, наконец, стали вполне играбельны клетки моря. Теперь после постройки маяка они будут давать одну дополнительную еду, а после постройки порта будут давать еще и два золота. Так что морские клетки теперь стали более-менее вменяемы. У англичан, к тому же, их уникальный район будет давать плюс дополнительно караван. Напомню, раньше, если вы строили гавань и коммерческий район, то караван вам давался только один. Хотя оба эти района дают по каравану. Так вот, для англичан бонус в том, что и гавань, и коммерческий район дают по каравану. В цивике добавили тоже последний такой цивик под названием «Общество будущего». Это типа как технологии будущего в технологическом дереве. Не знаю, почему этого нельзя было сделать заранее. Здесь вы просто каждый раз, когда заканчиваете «Общество будущего», сможете выбирать в правительстве политические курсы. Бомбардировщики теперь лучше работают против городов. Так что можно их строить, чтобы пытаться захватить города. Сила мечников ухудшена до 36, но при этом интересно, что сила всадников увеличена до 36. Так что у нас вот юниты в античности, всадники, ну в данном случае я играю просто за одну из новых наций. У меня тут гитайры и мечники, тут тоже они заменены гипоспистами. У них одинаковая сила, только мечники требуют железа, а всадники лошадей. Ищите банкомат, в котором можно оплатить услуги ЖКХ. Введите банкомат оплаты ЖКХ в приложение 2GIS и найдите то, что нужно. 2GIS – это карты городов, которые работают даже офлайн. И справочник организаций. Абсолютно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Несколько переработанные штрафы за вармонгерство. Ну это при игре против компьютера, естественно, работает. Если вы захватываете города с населением меньше среднего, то у вас будет меньше штраф за вармонгерство. Разные уменьшены штрафы при объявлении войн по какой-то причине. Так что надо за этим тоже внимательно смотреть. При перемещении осадные юниты, если у них есть бонус к перемещению, и у них остается 2 очка перемещения, то они могут стрелять даже после того, как они походили. Но только если у них 2 очка перемещения осталось. Опять говорят, что улучшен искусственный интеллект. Ну вот, поиграв, готовясь к этому обзору, могу сказать, что да, действительно, опять еще немножко улучшился. Но лучше мы это с вами проверим в стриме ближайшем, где я опять буду играть на божестве против какого-нибудь компьютера. Это лучше видно и понятно. Так, конечно, постепенно, по чуть-чуть, искусственный интеллект улучшается. Добавили 2 новые нации, как я и говорил, но еще раз повторю, бесплатно, а не только для тех, кто купил Deluxe Edition. Вот я сейчас играю за македонцев. Много у меня в комментариях, когда на сайте, когда я публиковал эту новость, было споров, мол, почему Александр Македонский и Македония это отдельная нация от Греции, но я все-таки соглашусь. Возможно, это да, это греки, но вот когда Александр Македонский проводил свои завоевания, это было такое отдельное царство. И, в принципе, логично представлять в Циве их отдельно. Как у нас были отдельные австрийцы, германцы, священная Римская империя, германской нации и так далее. Другое дело, что у нас в 6-й Циве просто какой-то перебор с греками. Во-первых, самих греков две штуки, это Перикол и Горго. Во-вторых, вот сейчас добавили Александра Македонского. Во-третьих, правитель Египта у нас Клеопатра, которая тоже, собственно, этническая гречанка. Почему их так много внезапно в 6-й Циве, мне не очень понятно. Почему такая любовь внезапная? Но так как вместе с Александром Македонским добавили и персов, а это историческое противостояние греков и персов, выглядит, в принципе, логично. Давайте посмотрим, какие у них особенности. У Македонии все сделано на завоевание. Во-первых, при захвате городов нам дают озарение за каждый военный лагерь или кампус в завоеванном городе, и плюс вдохновение за каждое священное место или театральную площадь. То есть нам просто выгодно захватывать города, чтобы получать всякие бонусы. Ну, бонусы к развитию. У Александра города не испытывают... Бонус Александра Македонского. Города не испытывают усталость от войны. И все боевые юниты полностью восстанавливают здоровье после захвата игроком города с чудом света. То есть просто вот все сделано на то, чтобы вы воевали. Правда, и сам Александр Македонский выглядит очень как-то смазливо, странно. Ну, в общем, как... Тут вообще очень много лидеров. В шестой циве выглядит довольно странно. Ну и у самой Македонии уникальный лидер, уникальный юнит — это Гитайры. Нет, это у Александра Македонского Гитайры. Ну, давайте я о них расскажу. Плюс 5 к боевой мощи рядом с Великим Полководцем. Это не говоря уже о том, что сам полководец еще им плюс дает. И при уничтожении вражеского отряда Гитайрами вы получаете плюс 5 очков Великого Полководца. Я вам скажу, что очень быстро Великие Полководцы Гитайрами набиваются. Очень быстро. Вот при сетевой скорости первый генерал 30 очков стоит. Если вы построите военный лагерь, он будет плюс 2 очка в ход давать. Два Гитайра на Варварах Великого Полководца набьют, ну, хода за 4. Наверное. При том, что у них сразу у Гитайров одно бесплатное повышение есть. Ну, заменяют они всадников, но при этом, как вы понимаете, как все уникальные юниты в шестой циве, они не требуют лошадей. Так что можно сразу их в любом городе строить. Ну, а уникальный юнит Македонии Гипосписты. Они заменяют мечников. Вообще у нас что-то очень много уникальных юнитов, которые мечников заменяют. И у них такой классный бонус, как у Гитайров. Плюс 5 к боевой мощи при штурме районов. Ну, он, конечно, связан с бонусом с собой Македонии, что вы будете нападать, но так как Гитайры появляются примерно в то же время, что и Гипосписты, то, по-моему, лучше Гитайров строить. Они набьют вам и генерала, и силы у них больше будет, и не так уж часто вы прям только атакуете и районы. Ну, не знаю. Мне как-то Гитайры выглядят получше. Вообще, я не очень люблю нацию, у которых одновременно два уникальных юнита появляются. Вам приходится выбирать просто из них. Более интересной и разнообразной выглядит Персия. Во-первых, у них уникальная способность плюс один торговый путь при Социальном институте политическая философия. Это один из первых социальных институтов... Один из первых правления. То есть, вот, автократия, олигархи или античная республика. То есть, все быстрее бегут сюда, но Персия при этом еще и получает торговый путь дополнительный, что, конечно, очень неплохо для начального развития. Плюс два золота и плюс одна культура за торговые пути между своими городами. То есть, вы не только получаете еду и производство, но и золото с культурой. И не надо вам торговать с другими нациями. Ну и дороги построены на вашей территории на один уровень выше, чем обычный. Напомню, что с каждой эрой уровень дорог повышается. У Персия не сразу высокого уровня. Уникальный лидер у Персов Кир, тот самый, которого по легендам убила Тамирис, царица скифов. У него уникальная способность плюс два очка перемещения на первые десять ходов после объявления внезапной войны. Очень похоже на то, что было в Пятой Циве. Там плюс одно, на одну клетку больше могли ходить юниты во время Золотого века. И объявленная внезапная война считается официальной войной при расчете штрафов за милитаризм и усталость от войны, что тоже довольно удобно. Есть уникальный юнит и уникальное строение. Кстати, я не сказал еще про македонцев, там про уникальное строение. Сейчас вернусь еще. Особый юнит бессмертный. Опять они, эти бессмертные постоянные юниты у персов заменяет мечников. Опять же, обратите внимание, уже уникальных юнитов мечников вообще много. Но при этом он не рукопашный юнит, а стреляющий. То есть он такой очень... Лучник с очень сильной обороной на самом деле становится. У него очень мощная оборона, действительно. Но проблема в том, что он улучшается опять до рукопашного юнита. Не знаю, как... Я вот не играл пока за персов. Думаю, на стрим как раз за персов поиграть. Очень... Очень я не люблю юниты, которые из одного типа апгрейдятся в другой. Ну, а уникальная инфраструктура Пайри Доэза. Вот с очень сложным таким выговариванием, не пойми чем. Плюс одну культуру, плюс два золота, плюс два престижа, плюс одну культуру за каждое соседнее священное место и театральную площадь. В общем, в шестой цивилизации все-таки уникальные улучшения не самый лучший вариант. Пока здесь как-то больше играют роль уникальные районы и уникальные здания. Уникальные улучшения не очень по... по нраву, потому что слишком важны всякие улучшения на жилье. это плантации, это фермы. Строить вот эту фигню с труднопроизносимым названием опять мало кто будет, как мне кажется. Как не строят за Вавилон Зекураты, как не строят... или за Шумеров, извините, за Шумеров Зекураты, как не строят за испанцев Миссии. Уникальные улучшения не очень работают. Ну и вспомню опять Македонию, вернемся, у них есть уникальное здание Школа Царских Пажей. Вот это интересная штука. Она заменяет казармы, то есть должен быть военный лагерь и в отличие от казарм дает науку, равную 25% стоимости созданных в этом негражданских в этом городе негражданских юнитов. То есть, чтобы вы понимали, например, мы берем тех же самых гитайров, сколько они в производстве стоят, 100 производства. Значит, если у нас есть Школа Царских Пажей и мы построили тут гитайров, то мы получим 25 очков науки. Не так, чтобы много, но в принципе для такой военной нации один из выходов, чтобы решить проблему с наукой. И в принципе я вижу себе такую стратегию развития. Вы идете чисто в военные лагеря, строите эту школу Пажей и валите соперников мясом. При этом, скорее всего, вы не особо будете отставать. Именно так все сделано. Само собой, добавлены новые сценарии завоевания Александра, но при этом еще есть два новых чуда. Геликарнатский Мавзолей, всем хорошо известный по пятой цели, и Ападана. Ападана дает двух послов сразу и каждый раз, когда вы строите еще одно чудо в этом городе, в игре используется, а не Пинг, для понимания будет нормальная связь с игроком или нет. А Геликарнатский Мавзолей позволяет Адмиралам два раза использовать их бонус, когда они уходят, ну, когда вы их расформировываете, они там дают какие-нибудь корабли или еще что-то. У великих инженеров плюс один заряд, а также постройка Геликарната дает просто одного бесплатного великого Адмирала. Ну, вот, в общем-то, и все изменения такие значимые из того, что принес патч, к сожалению, не то чтобы классно, как-то очень-очень медленно Фераксис пытается изменять игру, и самое главное, ну, ладно бы, медленно, но вот полное ощущение, что к сообществу они как-то слабо прислушиваются. В любом случае, вы слышали Лешу Халецкого, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что засырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы смотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok